МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это очередная, четвёртая серия проекта Мэйден Казахстан. Меня зовут Антон Фёдоров, и я продолжаю исследовать производственный потенциал Алматинской области. Интересное наблюдение. Чем больше я занимаюсь изучением экономических успехов этого региона, тем больше удивляюсь, насколько разнообразны направления предприятий, работающих здесь. В Алматинской области представлены практически все сегменты казахстанской экономики. Это и добывающий сектор, лёгкая и тяжёлая промышленность, энергетика, фармацевтика, химическая промышленность, сельское хозяйство. А по поголовью лошадей, свиней и птицы Алматинская область занимает первое место в Казахстане. Всего же в этом регионе работают 136 крупных и средних предприятий, которые производят продукцию под брендом «Мэйден Казахстан». Ну что, изучим регион изнутри? Сегодня в выпуске. Производство куриного мяса. Как современные технологии и научные знания помогают выращивать кур без генной инженерии. Защита от вредных и опасных производств. Я расскажу вам историю предприятия, где выпускается специальная одежда, способная спасти жизнь работнику на сложном участке. Секреты фармацевтического производства. Вы побываете в лабораториях, где производятся лекарства для лечения тяжёлых заболеваний. Своё исследование я начну с предприятия пищевой промышленности. Это птицефабрика. Она находится недалеко от населённого пункта Чунжа и работает около года. Но за это время она уже успела стать одним из ведущих производителей мяса птицы в Казахстане. Площадь территории этого предприятия – тысяча гектаров. Там работают 950 человек, а производственная мощность фабрики составляет 50-60 тонн мяса птицы в день. Мягкая, сочная, ароматная курочка на вашем столе – блюдо всегда долгожданное. На казахстанском рынке каждый год наблюдается динамика роста потребления мяса птицы. 24 отечественных птицефабрики производят 800 тонн этой продукции ежедневно. 350 тонн из этого объёма – доля Алматинской области. Теперь непосредственно о технологии выращивания птицы. Всё начинается с поступления на фабрику куриных яиц. Вот мы получаем яйца два раза в неделю, иногда раз в неделю, по 115 тысяч 200. Сперва невооружённым глазом мы делаем сортировку яиц. То есть этим занимаются наши сортировщицы. Они убирают насечки, бои, то есть деформированное яйцо. Куриное яйцо – продукт очень ценный и хрупкий. Чтобы получить здоровый выводок, на фабрике круглосуточно работают специалисты. Они создают все необходимые условия, чтобы яйца не подвергались никакому вредному воздействию. Этот период длится примерно 10 дней и является самым сложным, потому что за это время идёт формирование плода. На 11-й день мы делаем биоконтроль, чтобы определить именно процент неоплода. Ну, там не должно быть выше 10%. Потом уже на 18-й день мы полностью делаем мерожирование, то есть тавоскопирование с помощью аппарата авоскопа. Там делается просвечивание, там красное сразу видно будет, и неоплодотворённое яйцо мы убираем. Авоскопирование проводится вручную. Лоток с несколькими десятками яиц помещают на специальный аппарат, который просвечивает яйца. Вы видите, что яйца светятся разным светом. Те, что горят красным, не годятся для инкубации, в них нет плода. Такие яйца сразу отбираются и идут на переработку. Облодотворённые же яйца отправляются на следующий этап производства. После того, как специалисты осмотрели яйца на наличие плода и убрали те, в которых плода нет, яйца поступают вот в такие вот инкубационные шкафы. Эти шкафы созданы по последнему слову техники, они полностью автоматизированы. Здесь поддерживается необходимая для будущих птенцов температура от 38-39 градусов, ну, в зависимости от размера яйца. И уже через несколько дней из этих шкафов появятся маленькие курочки. За пребыванием яиц в инкубационных шкафах специалисты наблюдают непрерывно. И всё равно жизнь будущих цыплят ещё очень уязвима. Но для выращивания потомства созданы максимально комфортные условия. Вот эти шкафы за год могут вырастить до 20 миллионов цыплят. И на 22-й день у нас уже цыплята вылупляются. И с помощью счётной машины там считаем, вакцинируем, отправляем именно на площадку. Далее сотрудники фабрики начинают работать уже с живым материалом. И здесь не обойтись без современных высокоточных технологий. Подсчёт цыплят происходит при помощи автоматики, но при чётком контроле специалистов. Итак, после того, как цыплята прошли инкубационный период, они поступают вот на такой вот специальный счётный агрегат. Эта машина, она работает автоматически. Цыплята поступают вот на эту конвейерную ленту, потом разделяются вот здесь по двум направлениям. И поступают вот сюда. Здесь установлены инфракрасные датчики, которые ведут подсчёт цыплят. А по ходу работают специалисты, которые определяют среди цыплят тех, кто слаб в развитии, больные, либо же мёртворождённые. Вот. Здоровый же выводок сразу идёт на автоматическую вакцинацию против Ньюкасла и Бронхита. Она происходит при помощи опрыскивания. Ну а потом каждый цыплёнок получает отдельную инъекцию от птичьего гриппа. Вот такие вот в Казахстане технологии. Теперь перед производителями стоит не менее важная задача. Как накормить весь этот многотысячный выводок? Для этого на фабрике построен совершенно новый завод по производству комбикорма. Весь процесс здесь происходит автоматически. Им управляет только один оператор, который задаёт нужные параметры, а техника уже смешивает ингредиенты в заданных пропорциях. Общая производительность, мощность комбикормового завода в данном моменте является примерно 20 тонн ежечасно. Комбикормовый завод функция изготавливает для наших кур корм. В зависимости от возраста утверждается нашим начальством рецепт корма. Уже на стол к птичкам корм привозят оборудованные грузовые машины. Они разгружают пищу в специальные откормочные корпуса. На фабрике птицы потребляют до 120 тонн комбикорма в день. Вот это помещение – это один из корпусов бройлерного цеха. Всего на предприятии таких корпусов 72. Здесь содержится птица в зависимости от возраста. Вообще, я заметил, что уход за цыплятами – это целая наука. Во-первых, круглосуточно за их состоянием следят специалисты. Также эксперты наблюдают за тем, чтобы цыплята вовремя кушали, пили воду. Ну а само помещение внутри содержит определенный микроклимат и влажность, чтобы птица себя комфортно чувствовала и росла. И через 42 дня примерно эту птицу можно уже будет отправлять на убой с живым весом в 2,5 килограмма. В этом бройлерном цеху работа идет посменно. Два раза в день дежурный сотрудник совершает обход-выводка, чтобы найти мертвых или нездоровых птиц. Кормление потомства происходит автоматически. По специальным каналам в откормочные лотки поступает комбикорм по другим каналам – вода. В зависимости от размера и роста птицы лотки могут опускаться или подниматься, чтобы цыплятам было удобнее питаться. Самое главное здесь, чтобы была для них комфортная температура. В данный момент в этом корпусе находятся 32 тысячи голов цыплят. Им сейчас примерно 25, ну, сегодня 25 дней. Вот здесь вот в данный момент открыто, да, здесь, получается, уже можно какой-то вывод делать, потому что здесь есть сквозняк. Здесь как бы им не комфортно, в передней части в данный момент не комфортно. Здесь мы сейчас будем специалистами настраивать систему охлаждения, вентиляторы будем настраивать и клапанами будем регулировать. И через 6 недель, когда птица уже набрала в весе, ее отправляют в убойный цех. В начале рабочего дня сотрудники цеха промывают оборудование и помещения от дезинфицирующих препаратов и проводят полную санитарную обработку морозильных камер. Птица, предназначенная для убоя, доставляется в цех в специально оборудованной машине. Каждая партия птицы сопровождается справкой, выписанной ветеринарным врачом птицефабрики. В документе указывается точный вес птицы. Чтобы получить качество мяса, сначала мы обескровливаем птицу. Чтобы качественно обескровливать птицу, мы ее сначала оглушаем. Оглушается она с электрическим током, соответственно, по стандартам халяя. Дальше у нас идет первичная обработка. Первичная обработка у нас начинается со снятия оперения. Она у нас поступает в ванну ошпаривания. Дальше она у нас идет с автоматической перевески на вторую линию. На второй линии у нас идет полное потрошение. По специальным транспортировочным линиям тушки птицы поступают на разделку. Этот конвейер работает непрерывно в очень интенсивном режиме. Разделка птицы происходит за считанные секунды. Ножи для резки расположены под таким углом к транспортной линии, что сразу отделяют части тушки – голени, бедра и крылья. Что касается куриного филе, то его отделение происходит вручную. Каждый работник разделывает примерно по 600 тушек в день. Так как у нас есть собственный кормовой цех, собственный бройлерный цеха, это отличный шанс, чтобы обеспечивать население Казахстана отечественной и экологической чистой продукцией. Далее мясо птицы поступает на упаковку. Каждый брикет взвешивается отдельно. Специалисты наблюдают, чтобы внутрь упаковки не попали никакие лишние предметы. Часть продукции идет на заморозку, а часть поступает на прилавки магазинов в охлажденном виде. Вот так в Казахстане производится экологически чистое мясо курицы. Итак, мое исследование привело меня в небольшой город Талгар в Алматинской области. Здесь находится предприятие, которое производит специализированную одежду для десятков крупнейших компаний страны. Также эта фабрика одевает и сотрудников Министерства обороны Казахстана и силовых структур. Но примечателен тот факт, что 95% коллектива этого предприятия – женщины. Этой фабрикой, в которой работают около 200 человек, руководит Валерия Кулешова. Своё дело она начала ещё в середине 90-х. Это был очень сложный период для экономики Казахстана. Многие предприятия закрывались или становились банкротами. Но всё же Валерия Геннадьевна нашла в себе силы и открыла небольшой цех, всего в 70 квадратных метров, где организовала пошив пуховых одеял. Ну, в 95-м году, в принципе, знаете, я даже не думала о производстве, по сути своей. Это было какое-то время такого непонятного состояния, наверное, по всем государствам СНГ. И мне нужно было просто чем-то заняться. Я к тому времени закончила уже институт. Какое-то время прошло после, подрос ребёнок. И хотелось бы что-то делать. Предприятия такого профиля относятся к сегменту лёгкой промышленности. Этот производственный сектор имеет большое значение для казахстанской экономики. Он обеспечивает большую занятость трудоспособного населения, не требует сложных и масштабных производственных линий. Но пока в Казахстане в этом секторе работают около тысячи предприятий и трудятся примерно 20 тысяч человек. Но есть и определённые сложности для казахстанских производителей, работающих в лёгкой промышленности. И прежде всего они касаются конкуренции с импортными товарами. Многие азиатские страны с большим населением и дешёвой рабочей силой буквально заполонили мировые рынки дешёвыми по цене и качественными товарами. И конкурировать с этими производителями отечественным игрокам очень сложно. И вот тут государство разработало свои методы поддержки отрасли. Если в конце 90-х годов, в начале 2000-х мы работали сами по себе, скажем так, а после того, как были внедрены программы «Дому», то есть это программа кредитования, по сути, свои здания и закуп оборудования был сделан благодаря тому, что мы получили кредит и выстроили то, что мы сейчас имеем. Сегодня предприятие, которым руководит Валерия Кулешова, имеет уже несколько производственных цехов, а площадь фабрики составляет 3000 квадратных метров. В этих цехах производится одежда для крупнейших добывающих, перерабатывающих энергетических компаний Казахстана. Для каждого клиента на фабрике разрабатываются индивидуальные проекты. Первым делом мы с заказчиком обговариваем условия, в которых он работает, то есть это может быть температуры повышенные, или же наоборот это северный Казахстан, пониженные температуры, ветра. Мы предлагаем варианты тканей, которые мы используем, то есть это и огнезащитные ткани, и мост-водоотталкивающие ткани, то есть у нас очень большой диапазон работы с тканями. После чего мы обсуждаем модель, которая будет удобна заказчику, то есть у нас есть очень много моделей одежды с доступными функциями. Допустим, это могут быть и отстегивающиеся рукава, и комбинезон может быть демисезонный, то есть с утеплителем, который можно снять и использовать. После того, как клиент определил требования к своему заказу, за дело берутся конструкторы. Их задача – создать такую модель, которая бы соответствовала всем параметрам. Это должна быть удобная, практичная и, самое главное, функциональная одежда. Она должна защищать от воды или масла, от электрических разрядов, от ветра и пыли. Все зависит от условий производства. Моя задача заключается в том, что разработать новые модели, проработать лекала, градация лекал. Пошив нового образца, контроль. А потом, если образец хорошо подходит к телосложению, по модели, по фасону все идет, то запускать в цехе. Если в 95-м году на этом предприятии пошив происходил вручную или на примитивных швейных машинках, то сейчас производство специализированной одежды максимально автоматизировано. Все оборудование фабрика приобрела на свои средства, что помогло значительно облегчить и ускорить процесс. Да, это машина цикличного шитья, то есть она шьет по определенному паттерну, то есть вот у нее заготовленные паттерны, также мы их прорисовываем здесь, в программе. Что она, по сути, своей делает? То есть если требуется какая-то либо стежка или заготовка деталей, то есть здесь заготавливаются детали, здесь заготавливаются вот такие подобные стежки. То есть, ну, освобождение от ручного труда – это раз. Здесь, безусловно, эффективность, ускорение работы – это два. Постоянное качество, стабильное – это основное то, что нас беспокоило, так скажем, почему вообще обратили внимание. Ну и любое современное производство сейчас, в принципе, переходит на машины цикличного шитья, вот такие вот, как в данном случае PS700. После того, как конструкторы разработали необходимые модели, эскизы проекта поступают в раскройный цех. Здесь мастер задает все необходимые параметры для кройки. Ткань поступает на специальные автоматизированные машины, а дальше в дело вступают современные технологии. Конструктора мне отдают лекало на компьютер, на мой. Я делаю раскладку, то есть детали, одежды раскладываю на поверхности, так скажем, ткани. Это будет в электронном формате. Потом посылаю на катер. Это машина, которая режет на стил не одну ткань, не один слой, а много, 50 слоев. То есть мы можем вырезать 50 изделий за один раз. Если бы сейчас не было бы носилочного комплекса, то тут бы понадобилось еще плюс 4 человека, чтобы обеспечить, допустим, резку, ну, бесперебойной подачи материала для катера. Если мы уберем катер, то нам понадобится еще плюс 8 человек сюда, для того, чтобы мы смогли обеспечить швейный цех безперебойной подачи деталей. Какие же требования сегодня предъявляются к специализированной одежде? Прежде всего, безопасность. Форма должна строго соответствовать заявленным защитным характеристикам. Быть устойчивой к агрессивным веществам – воде, нефти, бензину, маслу – должна также защищать и от различных механических воздействий. Еще одно требование – это комфорт. Лучше выбирать одежду, сшитую из воздухопроницаемых тканей, имеющую удобный крой, хорошо подходящую по размеру. Третий критерий – практичность. Повышенные нагрузки есть почти везде, где нужна спецодежда, поэтому рабочие вещи не должны быстро ветшать и рваться. Также важны грязеотталкивающие характеристики, несминаемость, возможность многократной стирки. И, конечно, эстетичный внешний вид, соответствующий корпоративному стилю компании. Мы несем ответственность за лицо, то есть за статус казахстанского производства, так как наша продукция, мы ее поставляем не только на Казахстан, но и за рубеж уходит. То есть недавно совсем мы отшивали проект, который мы поставляли в Российскую Федерацию. То есть мы несем ответственность за статус казахстанского производства. Мы всегда следим за качеством, чтобы одежда нравилась заказчику, чтобы он в ней себя чувствовал комфортно, независимо от того, что он там где-то в ней работает, пачкается, где-то там служит она не для выхода куда-то там прогуляться по улице. Мы всегда стремимся к тому, чтобы и качественный пошив был, и была хорошая конструкция. То есть мы работаем над этим, прежде чем выпускаем изделие. И вот, когда продукция уже готова, она поступает на склад, откуда пойдет по назначению. Скоро специалисты сферы ЖКХ, сотрудники силовых структур, работники дорожных служб, транспортной, энергетической и строительной отраслей получат экипировку, строго соответствующую климатическому поясу и сезону, а также подходящую по функциональному назначению. И самое главное, на этой униформе будет написано «Сделано в Казахстане». Ну и финальным в этой серии пунктом моего исследования производственного потенциала Алматинской области стал фармацевтический завод, на котором производятся инфузионные препараты, предназначенные для введения пациенту через систему, и инъекционные, которые вводятся больному при помощи обычных уколов. Меня предупредили, что на этом заводе очень строго нужно соблюдать меры санитарной безопасности. Фармацевтическое производство для Казахстана – относительно новый сегмент экономики. Сегодня в стране работают около 115 предприятий, выпускающих лекарственные средства или медицинские изделия. Но значение этой отрасли для страны очевидно. Во-первых, появляется возможность стабильного обеспечения лекарствами внутреннего рынка страны. Во-вторых, фармацевтическое производство – это хорошая возможность на одной площадке применять научные знания и высокие технологии. Этот завод был построен в 2014 году и с того времени ни на секунду не останавливал свое производство. А сегодня этот завод является самым крупным в Казахстане предприятием по выпуску лекарственных препаратов. Я должен вас предупредить, что оставшуюся часть программы мне придется вести в маске, потому что я приехал на завод по производству лекарственных препаратов и соблюдению требований санитарной безопасности. Здесь очень жесткие. Все гости, посетители и сами сотрудники обязательно должны находиться в средствах индивидуальной защиты. Поэтому я сейчас надену маску, затем халат, бахилы и специальную шапочку. Фармакологическое производство само по себе очень сложное. Оно делится на определенные зоны. Каждый из этих участков фактически работает автономно от других, потому что к разным производственным циклам предъявляются разные требования по санитарной и технологической безопасности. На этом предприятии каждый цех работает по своим стандартам. Итак, сейчас я нахожусь на так называемой линии А. Здесь идет производство инфузионных препаратов, то есть лекарственных средств, которые вводятся человеку внутривенно. Здесь все должно быть очень стерильное. Вот в эту зону, вот в этот цех, имеют доступ только люди специального назначения. Так вот, в этом цеху происходит процесс создания будущей тары для лекарств. Этот аппарат при температуре 220 градусов расплавляет полимер и делает из него специальный сосуд, в который потом будет наполнено лекарство. Как я уже говорил, фармацевтическое производство – это симбиоз науки и высоких технологий. Съемка внутри помещения запрещена. Нам разрешили снимать только через смотровое стекло. И вот я подошел к следующему производственному участку этой самой линии А. Вообще, вся эта линия, она должна содержаться в абсолютно стерильных условиях. Вот этот цех, который находится за моей спиной, называется цех выдува. Сюда поступает уже расплавленная приформа, и потом по заданной в матрице категории уже выдувается будущий сосуд, то есть флакон, в который будет помещено лекарство. Что уникально, мне специалисты сейчас рассказали о том, как работает вообще система кондиционирования здесь. Условия просто удивительные. Так вот, здешняя система кондиционирования работает следующим образом. Грязный воздух всасывается через низ, а сверху поступает через гепофильтры специальный воздух, очищенный, чистого содержания. И эта циркуляция происходит постоянно, потому что для производства лекарственных средств нужны буквально стерильные условия. Сейчас вы обратите внимание, в каких специальных костюмах работают сотрудники внутри этих цехов. Изнутри этот завод действительно напоминает какую-то сверхсекретную лабораторию. Униформа работников цеха выполняет изоляционную функцию. Специальный костюм ограничивает контакт человека с продукцией, потому что в сосуды и колбы не должны попадать даже мельчайшие инородные частицы. Сотрудники надевают и специальные маски, чтобы не загрязнять производство даже через дыхание. Вот в этом цеху выдува работают два аппарата, то есть две производственные линии. И каждая из них выдувает 8 тысяч флаконов в час. И эти линии работают фактически без перерыва. Почему фармацевтическое производство находится под таким тщательным контролем? В годы существования СССР половина инфузионных препаратов изготавливалась на базе производственных аптек. Со временем требования к выпуску таких лекарств изменились. Многие фармацевтические заводы перешли на современные международные правила изготовления препаратов, точнее на стандарты GMP, надлежащие производственной практике. Такие стандарты направлены на обеспечение промышленной, химической, взрывной, санитарной безопасности на производствах. Итак, после цеха выдува флаконы, которые прошли через специальный ионизированный луч, таким образом став абсолютно стерильными, поступают в цех розлива. Вообще по международным стандартам и требованиям фармацевтической промышленности существует несколько категорий чистых зон. Зона категории А, зона категории Б, зона категории С и зона категории Д. Так вот, зона категории А – это самая стерильная зона, которая только может быть. И вот этот цех розлива – это и есть та самая категория А. Как она работает? По двум линиям сюда поступают флаконы и лекарственные препараты. И вот эта специальная машина, она как раз занимается наполнением флаконов теми лекарствами, которые потом будут назначены, предназначены пациентам. В перечень инфузионных препаратов входят хлорид натрия или поваренная соль. Препарат, предназначенный для снятия и интоксикации у пациента, стабилизации работы внутренних органов и систем. Также здесь производятся глюкоза и стерильная вода, которые также вводятся больному внутривенно. Я все-таки решил ненадолго снять маску, чтобы рассказать вам о месте, куда я сейчас пришел. Это цех по очистке воды. Вообще сам завод стоит на водяной скважине. И вода используется на этом заводе по двум назначениям. Для стерилизации и для, ну так скажем, производства воды, чтобы использовать ее для дальнейших инъекций пациентам. Так вот, вода для стерилизации поступает вот в этот синий резервуар. Затем она проходит фильтр с кварцевым песком, потом фильтр с активированным углем, потом мембранный фильтр. И только потом эта вода используется для кварцевания уже произведенных медицинских препаратов. Но перед тем, как поступить в медицинские учреждения, препараты проходят финальный лабораторный контроль. Специалисты в области химии внимательно изучают состав каждого лекарства. Работа на этом участке очень важная и ответственная. Если процент какого-либо вещества в составе препарата ниже или выше нормы, лекарство может не оказать никакого эффекта на организм пациента или, наоборот, нанести вред больному. Мы обеспечиваем лекарством не только фармрынок Казахстана, но и страны СНГ. Наша задача – комплексное и эффективное решение проблем в системе охраны здоровья населения Казахстана и максимально удовлетворить потребность фармрынка не только Казахстана, но и других стран. Именно инфузионными, инъекционными лекарственными средствами. После наполнения препаратом сосуд поступает в цех упаковки. Конвейерная лента работает здесь непрерывно. Сначала флаконы с лекарством по партиям укладываются в ящики, а затем идут в специальные камеры, где проходят вторую и финальную дезинфекцию, становясь полностью стерильными. Далее в упаковочном цеху лекарства запечатывают в коробки и отправляют в медицинские учреждения для лечения пациентов. Итак, вы своими глазами увидели экономический и производственный потенциал Алматинской области. А у меня впереди остались еще три из девяти выбранных предприятий в этом регионе, о которых я должен вам рассказать. Подписывайтесь на канал Казах ТВ в YouTube, и вы узнаете о Казахстане много всего интересного. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Это был проект Made in Kazakhstan. Меня зовут Антон Федоров, и увидимся с вами в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok